итак рыжая девушка на палитре то что было нас нас вполне устраивает смотрим на палитру макнул взял влагу взял то что нас осталось на рабочей части палитры и беру розовый охру коричневый сюда волосы пойдут немножко растрепываться под действием ветра разбил желтого световой части немножко фактурю волосы чтобы вот эти вот ворс на кисти дает ворс на кисти дает эффект множество локона целого поэтому пусть будут эти локоны вот аж прямо вот такие некоторая фактурка пусть сложится розовый коричневый для темных для темных мест плюс изумрудная плюс охра это же розовая и у нас будет цвет окружающей среды смуглый лишнее вы видите лишнюю лишнее проявление подрезаю размер головы чуть-чуть до приблизительно приличного и наконец головочка с разбилом те же цветики подмешиваются розовый с зеленым даст а зеленые рефлексы на тело попадают потому что потому что вот вокруг зелень и вот ее щеденький несколько сиреневенький несколько зеленоватенький цвет на находится чуть лицо находится чуть со смещением сюда волосы туда подбородок стремится к середине но не доходит внятно все очень приблизительно но уточнять будет удобно именно по сухой краске лицо чтобы тут фактура не застыла в отличие от волос можно вот так мастихином распределить дело в том что древние художники но вот начиная с этого леонардо да винчи они грунтовали вот так холст под лицо но под лицо и вообще под картину часто рисовали на дереве поэтому они писали такими растираниями и вот мы с помощью мастихина создали растирание краски здесь теперь нет никакой фактуры мало того даже фактура холста несколько прибита что конечно позволит нам легко добиваться вот этих нежностей без фактурных вот чуть-чуть чуть-чуть себе уточню все это не финишные укладки а только подготовительная часть к работе так чуть-чуть чуть-чуть большая кисть любит рисовать волосы и волосы многие из вас берутся сразу за маленькую кисть и получаются красивные хвосты а большая кисть наоборот дает хороший хороший хорошую имитацию множество волос чуть-чуть светик здесь чуть-чуть светик здесь все подкладка у нас готова самое главное то что здесь у нас растерто даже если вы не попали или скажем у вас пока волосы в никудышном состоянии вы и волосы тоже можете пока затереть чтоб и у них не было фактуры задник можно затереть сделать его без фактурным чтобы такая была тихость укладки все это потребует еще работы но у кого красивые фактуры легли пусть лучше с фактурами это подкладка под следующий сеанс не перепутайте ну для тех кому хочется хоть что-нибудь сдвинуть с места можно обозначить губочки примерно от линии подбородка кончик видите взял розовый цвет просто приятный розовый цвет кончик носика такой смайлик лица обозначить глазные впадинки опять же из тех же красок глазные впадины и даже амбразурки самих глаз все это пока через красные и коричневые коричневые и и глазные впадины не напрасно впадины поэтому нуждаются в теневом обозначении и амбразурки глазиков но для тех кому совсем хочется еще больше хочется можно среднюю линию губ вы видите а пальцем делаю для того чтобы не дать жесткости рисунку чтобы сразу задать не жесткое звучание рисунка чтобы все было нежненько и миленько а кому еще хочется то можно даже бусинки глазиков обозначить это же только вот пальцем такой мутный рисунок